Свои среди своих. Так авторы фотовыставки о событиях в зоне АТО называют воинов грузинского легиона. С началом боевых действий на Донбассе они добровольцами вступили в 25-й батальон Киевская Русь. Его командир Евгений Лавров вспоминает, в начале руководства не хотело брать грузинских бойцов. Боялись обвинений, что за украинцев воюют наемники. Тогда комбат впервые поручился за грузинский легион. В экспозиции собраны снимки с боевых позиций. Они сделаны как фотографами, так и самими воинами. Для создания выставки авторам понадобилось более трех месяцев. Я все говорив, я там ездил, я там допомагався, всякие истории попадали с хлопцями. И только на второй месяц хлопцы начали мне доверять. Они начали передавать свои архивные фотографии. Это насколько величезная тема. Это доли людей, разные. У каждого из них по двое, по три войны. Понимаете? Вы начали мне рассказывать и про себя. Это, я вам скажу, очень большая ответственность, когда тебе доверяют. Сами бойцы говорят, грузины пришли отстаивать границы Украины, как в 90-х украинцы воевали, помогая грузинам. Много людей не знают о том, что иностранцы помогают Украине. Я думаю, это большая мотивация. И на самой передовой это огромная мотивация, потому что люди, понимающие, что граждане другой страны приезжают защищать их родину, для них это играет большую роль. Увидеть фотографии можно до 7 июля в областном центре культуры и искусства на улице Пушкинской. Затем авторы проекта планируют показать снимки в других городах Украины. Тамара Данилова, Елена Нагорная и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».